У нас в интернете возникла такая ситуация, наверное, хорошая с моей стороны, в том отношении, что она вызывает большой отклик. Ещё также надо отметить, что всё, что касается школы, всё, что касается детей, это всегда вызывает большой отклик и порой вызывает острую реакцию. Какие-то необдуманные действия стороны образовательных учреждений, так это? Нет, я пока даже не знаю, кто в этой ситуации виноват. Я никогда не сужу, я хочу просто разобраться действительно с этой ситуацией. Я как горожанин, как родитель, у которого дети ходят в школу, хочу понять, что есть хорошо, что есть плохо, что я бы не хотел и что я хотел бы. И вот возникла ситуация, когда у нас в городе Чебоксары начали распространять билеты на территориях школ. Сразу скажу, что в этом ничего такого нету предосудительного. Действительно, информация о происходящих мероприятиях в городе должна каким-то образом доведена. Но вот каким образом, это вопрос дискуссий. Вот я хочу вам показать это письмо, которое демонстрировали люди, которые распространяют билеты. Но это вы их видели, а вот сами билеты, которые там распространяются. И в этих билетах там есть информация о том, что приходите, получаете бесплатные призы, подарок бесплатный и так далее, и так далее. Реклама сегодня и так на телевизоре навязчивая, а насколько она может быть навязчивой на территории школы, это предмет, конечно, даже еще не дискуссии, а уже такой решительного отрицания. В связи с этим вопросом, вот я вам рассказал, что у нас происходит в интернете, и спасибо вам, что вы позволили у вас получить комментарии. Вот как вы расцениваете ту ситуацию, которая возникает в городе? Ну, я хочу сказать, что не первый год к нам обращаются различные сторонние организации, которые хотят проведать мероприятия с образовательными учреждениями, с учащимися. Особенно, когда, будем говорить, слишком много таких организаций, естественно, все они обращаются к учредителю для того, чтобы получить согласие на то, чтобы прийти, доступ был данной организации в образовательные учреждения, а дальше провести работу уже в рамках того процесса, который происходит в образовательном учреждении, уже согласовывает работу с самим образовательным учреждением. Дело в том, что, в принципе, все эти сторонние организации должны проводить мероприятия, которые не должны влиять ни на учебный процесс, ни на воспитательный процесс, и уже за тем, каким образом происходит взаимодействие с организацией, это и является компетенцией самого образовательного учреждения. Вот то, что сейчас действительно появился вот такой нюанс, кстати, это впервые, когда действительно вот данный детский театр «Фантастик», который начал проводить уже вмешательство в учебный процесс, распространять эти билеты на уроках, и тем более есть факт того, что там не совсем добросовестные работники занимались этим со стороны театра распространением билетов, это действительно не красит ни нас, как орган управления образованием, который, в принципе, досконально не разобрался в качестве услуг, которые предоставляет этот театр, ну и, конечно, не красит само образовательное учреждение, когда администрация, во-первых, позволила вмешательство в образовательный процесс со стороны распространения этих билетов, и, во-вторых, наверное, не совсем корректно доводилась информация по привлечению, будем говорить, учащихся к просмотру спектакля этого театра. Хочу сказать, что орган управления образованием, в лице управления образованием, приносит, конечно, извинения тем родителям, и, в первую очередь, тем школам, где было присутствие распространителей этого театра. Во-вторых, значит, управление образованием 26 октября издало нам письмо о запрещении всех распространений, привлечения, агитации какими-то сторонними организациями, и, тем более, вмешательства в учебный процесс. Если образовательное учреждение совместно с родительской общественной желает посетить какое-то централизованное представление в рамках воспитательного процесса, естественно, и администрация школы, и родители знают, какие у нас есть хорошие наши чувашские театры, те, которые находятся на территории города Чебоксара, тогда, естественно, организуется совместный поход в это, будем говорить, в учреждение культуры. И, наверное, это должно проходить, в первую очередь, конечно, не в рамках учебного процесса, а в рамках внеурочного времени. Тем более, сейчас у нас с введением федерального государственного стандарта в первых классах, и в последующих классах, которые будут вводиться федеральный государственный образовательный стандарт, предусмотрено как раз в плане развития учащихся, развития их капитальностей, конечно, взаимодействия с различными учреждениями культуры, спортивных учреждений и так далее. Я думаю, здесь должно быть строжайший контроль со стороны образовательного учреждения. Ну и хотелось бы мне сказать, конечно, что действительно сейчас органы управления образованием будет более жестко относиться как раз по взаимодействию образовательного учреждения со всеми теми организациями, которые пытаются, еще раз подчеркиваю, пытаются использовать образовательное учреждение, как, будем говорить, площадку в плане изучения каких-то там дополнительных доходов. Теперь еще два вопроса, связанных с развитием городского самосознания, если так позволите сказать. Как вы оцениваете, может, это уже вопрос для себя, как вы оцениваете возникшую ситуацию и вполне реальную такую бучу, если можно так сказать, которая возникла на страницах форумов в интернете. Вообще интересный такой опыт. Я хочу сказать, что действительно, наверное, вот современные средства, будем говорить, взаимодействия, в первую очередь интернет, наверное, позволяет и образовательным учреждениям чаще заглядывать на те страницы, которые существуют для того, чтобы, как говорится, посмотреть, обратную связь отследить. Это касается не только, наверное, и воспитательного процесса, а, в первую очередь, учебного процесса. То есть обратная связь, она может быть получена более оперативно. Более оперативно может быть получена. И поэтому мы сейчас уже, наверное, отрабатываем тот механизм взаимодействия, который должен быть по взаимодействию администрации школ с родительской общественностью. Многие школы этот процесс уже используют. Я не говорю там о гимназии пятой, где действительно есть возможность, допустим, родителям с помощью интернета зайти и поговорить с каждым учителем, классным руководителем, не приходя в стены образовательного учреждения. Я думаю, этот процесс будет развиваться. К этому органу, по-моему, относятся образование очень позитивно. Тем более сейчас очень много различных сайтов, которые, будем говорить, и позитивно относятся к образованию, и негативно. Тем не менее, мы советуем руководителям разучреждениям посещать все сайты для того, чтобы владеть той ситуацией, которая происходит не только в рамках образовательного учреждения, но и происходит в родительской общественности. То есть, каким образом все-таки, в первую очередь, получатели образовательной услуги, то есть учащиеся родители, реагируют на то, что происходит в образовательном учреждении. Я думаю, что этот процесс, мне кажется, он должен дать свои плоды в плане улучшения качества тех услуг, которые предоставляются в образовательном учреждении. Мы только за. Тем более, и орган управления тоже стал уже относиться к этому положительно. Не только те гостевые, будем говорить, странички интерактивные, там гостиные, которые сейчас, но и заходим на сайты, которые у нас существуют в городе, и доска позора, так называемая, которые мы просматриваем, и другие странички, где действительно хочется посмотреть, а что же думает о нас родительская общественность, горожане думают, что все-таки есть хорошего в образовании города, а хорошего действительно очень много. Это не секрет, что столичное образование, оно хорошо развивается. Тем не менее, как любое социальное учреждение, есть у нас очень много проблем. Те же проблемы, которые существуют и в обществе, они, естественно, попалируются на образовательный процесс, поэтому я только приветствую, когда будет более тесное общение и посредством интернета, и через средства массовой информации по взаимодействию с нашими образовательными учреждениями. Дополнить хочу, Сергей Владимирович. Мне очень нравится позиция «да», позиция поиска эффективных решений там, в новых пространствах получается, потому что порой я, как представитель интернета, с другой стороны, смотрю за комментариями в интернете, а это есть мнение горожан равно, то не всегда эти мнения, даже в подавляющем большинстве, они адекватные порой бывают. Я-то к ним уже привык по роду деятельности, но они потихонечку начинают менять сознание, конечно, нашей городской среды. Что изменилось, конечно, еще рано говорить, но я уверен, что все эти люди, которые говорят сегодня «да что там новое вводят», «да что это, не нужно нам это, верните нам старое, как было», оно уже меньше становится, процесс пошел такой. И люди понимают, что как в школе будет, как в городе будет, это зависит не от главы города, не от администрации города, не от Сергея Владимировича, а в первую очередь зависит от тех родителей, от тех людей, которые в этом городе живут. Я тоже с вами согласен, в каком плане, ведь участники процесса здесь три. На первом плане стоят учащиеся сами, обучающиеся, которые и в школах, и в детских садах воспитанники, и воспитанники учреждений дополнительного образования, потом, конечно, родители, потому что главные заказчики муниципальные услуги – это у нас учащиеся и родители. И действительно, мнение их нам надо знать, в первую очередь, и педагогам, сколько непосредственно каждый день общаются с нашими учащимися. И, конечно, хотелось бы, чтобы не только, к сожалению, часто, когда я захожу на эти сайты, смотрю, что в основном, будем говорить, несмотря на то, что позитив есть, в основном, это пока что, как говорится, возможность высказать свою боль, тревогу, какие-то там замечания, предложения. Почему? Потому что, наверное, к сожалению, не всегда эти родители или стесняются, или боятся обратиться в образовательные учреждения, и поэтому наша задача, как учредители органов права образования, все-таки сделать наши школы более открытыми, более доступными, чтобы родители не боялись, приходили, высказывали, чтобы было вот такое тесное взаимодействие вот этого коллектива родительского и педагогического. Потому что мы делаем, в конце концов, общее дело. Мы просто-напросто, по сути дела, развиваем, обучаем, воспитываем и формируем новую личность наших учащихся. В них, в первую очередь, заинтересовано формирование кто? Это родители и, естественно, образовательные учреждения. Поэтому я только за. Продолжение следует...